Добрый день, дорогие друзья и зрители этого замечательного канала, который ведет Юля Руфлорида. Сегодня у нас событие, очень важное для меня и, скорее всего, для Аиши. Я хотела вам представить моего покупателя Аиша, которая приобрела вот этот замечательный дом. Мы сделаем тур по дому. Аиша нашла меня на этом же канале, который ведет Юлия, и смотрела наши видео так же, как и вы смотрите. Как-то она доверилась и из Сиэтла связалась со мной. Дом она не видела, даже две недели. Первый раз Аиша увидела дом, через две недели мы закрыли сделку. Мы поподробнее расскажем уже после просмотра дома все ее переживания, все переживания и что она чувствовала. И, скорее всего, Аиша, вы поделитесь процессом, как это у вас все происходило, и почему вы поверили, доверились. И, на самом деле, это большие деньги. Я очень рада. Честно говоря, сейчас происходит очень много покупок дистанционных. Невозможно и просто нереально успеть человеку прилететь даже из Нью-Йорка, я уже не говорю, из Сиэтла, чтобы быстро поймать дом. Но об этом, о всем мы расскажем попозже. Давайте посмотрим, что Аиша приобрела. Дом находится в замечательном комьюнити, который называется High Grove. И этот комьюнити предназначен именно для короткой сдачи, для аренды на короткий срок. Комьюнити находится в 7 милях всего лишь от Диснейленда. Очень хорошо здесь сдаются посуточно. Аиша уже связывалась с менеджером, который будет ей сдавать посуточно. И менеджер сказал, что, как он вам сказал, если вне сезон? Да, значит, это комьюнити действительно очень хорошее тем, что расположение очень удачное. Выходы все вот на хайвей, прям вот они близко, очень удобно, близко от Диснея. И наш менеджер, который будет управлять этим домом, он нам сказал, что здесь очень хорошо сдаётся. И нам даже показали календарь, который уже полный, там уже люди зарезервировали. Уже забронировали, да, зарезервировали. И он нам обещает очень хорошие цифры, мы будем, конечно, смотреть, как что будет дальше, но пока всё очень хорошо. Но он сказал, что вне сезон где-то 150, а в сезон 300. Да, до 300. В сезон это когда люди отдыхают, когда у детей есть каникулы, они могут приехать. Здесь же город развлечений, город для детей. Конечно, да, туристов очень много приезжает в Орландо. Ну, расскажем по дому. Дом был построен в 2004 году, уже забыла некоторые цифры. Значит, цена дома, дом был выставлен за 325 тысяч долларов. Он был выставлен по цене ниже рыночной, честно говоря, очень хорошая цена. И на этот дом было около 11 или 15 офферов, я уже сейчас не помню, было очень большое количество офферов. Нам пришлось торговаться, и мы его купили за 340. Это всё ещё цена, честно говоря, ниже рыночной. Если вы посмотрите предыдущее видео, которое Юля выставляла, точно такой же дом продался за 385 в течение трёх дней. То есть понятно, да, что 340 это была неплохая цена. Понятно, как нам повезло. Повезло очень. В доме 4 спальни, 3 ванных комнаты, метраж, бассейн, очень хороший, красивый, тёплый бассейн. Метраж 1632 square feet, что в переводе на метраж 152 квадратных метра. Эчуе невысокий здесь. Мебелированный полностью дом. Он был мебелированный полностью практически, то есть кое-чего здесь не хватает. Именно чтобы маленьких мелочей, там ложки, вилки, тарелки, да, вот это. И самое главное, Эчуе здесь не очень высокий, 2,5 тысячи долларов в год. Да, да, что радует. Налог тут тоже невысокий. Налог сейчас скажу, 2,4 тысячи долларов. На самом деле шикарный, я считаю. Цена дома, налог, Эчуей. Я считаю, что это очень классно. И дай бог он будет себя окупать сам. Я уверена. Что он это дом? Блок. Это блок из тако, да, это блочный дом. Кстати, дом не деревянный. Не деревянный, он блочный. И крыша ещё черепичная, но я считаю, что мы просто джекпот выиграли, честно говоря. Ну что, Аиша, может быть, вы нас пригласите в свой новый дом? Да, пойдёмте, всё покажем. Да, очень интересно, буду посмотреть. Так, вот это гараж. Двери отлично все работают, можно потом всё это поднять, чтобы люди увидели. Гараж на две машины, а вот эта вот дорожка к гаражу, здесь могут разместиться ещё машины, машины три, четыре. Если не больше. Да, то есть для гостей, которые будут приезжать сюда на вакейшн. Обычно люди едут большими компаниями и приезжает много машин, то есть это тоже очень удобно. Ну вот, например, у соседнего через дорогу дома, видите, какой короткий драйвей, да? Маленький драйвей, да. Смотрите, здесь можно целую вообще вечеринку поместить. Четыре машины въезжают. Отлично. Давайте зайдём в дом. Господа, я передаю микрофон Юле для комментариев. Я буду сегодня зрителем. Так, ну пойдёмте, я вас приглашаю. Так, проходим. Открывайте дверку. Хозяйка. Проходите. Пускайте нас. Так, ну давайте. Значит, что мы видим? Попадаем сразу мы в living room, то есть это жилая комната, да. Обратите внимание, самое главное достоинство этого дома, это я считаю пол. Да. Он абсолютно по всему дому, это плитка. В зале она особенная, такая, как это называется, глянцевая, вот. И такая плитка идёт по всему дому. Значит, это кухня. Кстати, дом был полностью меблирован, как мы уже говорили ранее. И вот все, вся техника бытовая, всё стояло, как вот оно есть. Один вот этот холодильник, Надя вот скажет, какой он хороший, дорогой. Да, этот холодильник, на самом деле, он совершенно новый, посмотрите. Да, абсолютно новый. Совершенно новый. Оно подключено к интернету, и я могу рецепты прям здесь какие-то смотреть. Да, 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 рецепты, то есть, здесь так же лёд делает, что очень приятно. Я говорю, это новая техника здесь, и достаточно дорогая. Вот, посмотрите, другую технику тоже, она вся Samsung. И плита, и микроволновка, всё новое, и всё в стиле. Всё в одном стиле, в одном цвете, и вот посудомоечная машинка тоже, посмотрите, Samsung, она тоже. И всё в отличном, в одном цвете. Я считаю, что шикарный пакет для дома, 340 тысяч. Да, 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 да. Просто техника удивила, да. Мы с Аишей смотрели много домов, и цены были намного выше, цены были к 400 тысячам. И были дома потрёпанные, и без мебель, ну, или с потрёпанной мебелью. Ну, честно говоря, Аиша посмотрела не один дом, причём не сама. А я делала, я делала, или помню, девочка мне помогала, риэлтор, когда кто мог. А, пока мы искали, вы имеете в виду. Да, мы делали видео для Аиши, чтобы она поняла, как дом выглядит. Всё это дистанционно было. Сразу скажу, вот, мы когда искали этот дом, Надя там предлагала... Сколько вариантов? Ну, где-то... Около пяти, наверное. Около пяти-шести вариантов, да. И она лично сама ездила, смотрела в эти дома. Я была у себя в Сиэтле, очень далеко от Флориды. Надя подключала своих помощников. Все они мне заходили в дом, снимали, как что выглядит. Нюхали этот дом, пахнет вот так, пахнет не очень, пахнет хорошо. То есть, они были моими глазами, носом, ушами, да, всем. Они заглядывали в унитазные бочки, даже скажу. Потому что я просила, а можно посмотреть, что там за унитазом, как там выглядит, да, Женадя? Вот, то есть, мы посмотрели несколько домов в разных комьюнити. Конечно, все было намного хуже этого, сразу скажу. Ну, как намного? Старее, не в таком прекрасном состоянии. Потому что здесь заходи, разувайся, ставь чемодан и живи, да. Или сдавай, да. И вот, и по совету Наде мы искали, искали, мы продолжали искать, пока вот мы не нашли вот этот дом. Вот, давайте его дальше смотреть. Давайте дальше смотреть. Так, а где у нас прачечная? А то мы пропускаем ее постоянно. Кстати, девочки, я уже ее испытывала. Отлично все работает. Техника тоже новая. Да, отлично все работает, все шикарно вообще. Здесь у нас выход на гараж. Давайте покажем. В процессе обустройства здесь у нас сейчас, конечно, от мебели короткие. Но опять же, хочу обратить внимание, стеллажи вот эти, все. А вы будете плейграунд делать, да? Да, мы будем здесь делать игровую комнату. Здесь уже есть диванчик, он, правда, завален. Значит, что здесь? Вы посмотрите, даже нам хозяева оставили зарядку для электромобиля. Срочно надо Теслу покупать. Вау, класс. Хитер вот этот. Это вообще бомба. Говорят, это последняя модель. Вот. Ишь ты. Да, этот кондиционер тоже в отличном состоянии. Опять же, Юля, если можно, я вот так пройду. Здесь нам предыдущие хозяева оставили остатки всех красок. Подмазать что-то, да. И мы сейчас активно ими пользуемся. Где-то мы что-то оцарапали, что-то увидели, бум-бум-бум, заделали. Все прекрасно. Класс. Кстати, по поводу вот этого водонагревателя у них в описании дома, когда я еще нашла, когда нашла дом, они очень гордились этим водонагревателем. Это называется Smart Home Water Heater. Да, потому что вот этот вот экран, он не у всех есть. Да. Да, и это efficient, то есть экономный. Да. Очень и... Кстати, насчет экономии. На этом доме установлены, вы не поверите. Надя? Да. Solar panels, то есть панели, которые... Солнечные батареи, подогревают бассейн, бассейн просто вообще теплейший, а это очень важно зимой. Эти солнечные батареи идут, они в общую систему электрическую, то есть оно не только для бассейна, оно помогает всему дому экономить электроэнергию, я бы так сказала. Это большая редкость на самом деле, даже во Флориде я очень удивлена, почему не так... Ворота автоматические, хотите снять ворота? Хочу. Я вам открою. Бум. Магия. Да, пожалуйста. Открывается прекрасный вид. Кстати, Юля, может быть, кому-то интересно, приезжайте во Флориду из другого штата, там или что из другого. Берёте в аренду машину, очень удобно. Флорида, респект. То есть как вы сейчас прилетели, вы взяли машину в аренду? Да-да-да, мы сразу зарезервировали машину. От аэропорта мы уже уехали на своей, считай, машине, и мы ездили. Вот, всё. Пойдёмте. Так, вот здесь вот у нас, что у нас, кладовочка для флоридов, кладовочка, как пэнтри, да? Пэнтри. Да, здесь мы вот, я уже подкупила, Юля, я уже подкупила здесь утюжок, гладильная доска раскладная, да, это вот корзина для белья, я уже всем этим активно пользуюсь сама, да, очень удобно. Ну, в данный момент ребята подготавливают дом, чтобы он уже мог полностью сдаваться, им осталось докупить, вот они только что купили, докупили мебель, не в каждой комнате был полностью набор, ну, уже по мелочам, да, декорации, картиночки. Я купила, вот это всё было, ребята, вот это мы ничего не... Я купила побольше стол, потому что здесь нужен как обеденный стол людям нужен, люди должны обедать за одним столом, этот стол уйдёт, я думаю, так, в геймрум, в гараж, а здесь будет так стол побольше и несколько стульчиков, но оно всё будет сочетаться с этим вот, с вот этим вот дизайном, да, ну, пойдёмте дальше. Так, здесь вот это вот всё, это вот было, гостиная, да, я считаю, мебель подобрана идеально, ничего лишнего, декорации на стенах, телевизор, пожалуйста, телевизор большой, да, он всё, он повешен уже, всё это тоже были бы деньги, если бы его не было, всё, так, ну, пойдёмте, вот, значит, сразу покажу здесь, здесь мы вот эту вот мебель мы купили, вот буквально сейчас мы только её собрали, вот мы видели коробки в гараже, да, это кинг-сайз, потому что для ренталов обязательно надо, чтобы в одной спальне был кинг-сайз бедрум, потому что американцы, люди большие, люди любят спать, да, даже если, например, это будут старые люди, они любят спать отдельно друг от дружки, так, чтобы не прикасаться, в общем, кинг-сайз обязательно нужен. Классные, тумбочки, всё в одном стиле, да, лишнего ничего мы не взяли, мы взяли вот это называется чест, как это по нашему, комод, тут будет стоять телевизор, нет, он будет висеть, вообще-то здесь будет, наверное, какая-то у меня картина, я так думаю, так, здесь вот кладовочка, там сейчас подушки вот мы докупили, кстати, да, кстати, был сейф, Надя, сейф, да, с инструкцией, с инструкцией, как пользоваться, то есть люди могут здесь закрывать свои, его не вырвешь, его не вырвешь, А, он присверлён, наверное. Это вот подушки, мы всё купили новое, пылесос купили, это всё это для, вот мы готовимся его сдавать. Так, здесь у нас тоже ещё полочки, тумбочки, обычная такая, одна раковина, но зато здесь у нас что, у нас здесь ещё и душевая есть. Очень всё удобно, всё чисто, чистенько, вы знаете, очень всё чисто. Да, 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 такое впечатление, что тут кто-то не жил, да, ну, я думаю, они сделали ремонт. Кстати, Надя, вы, по-моему, связывались с оунерами бывшими, и вы сказали, что они этот дом использовали как для своих сотрудников, что-то там, да, они не сдавали, они не сдавали в туристам, в нашим шортерам, но пользовались или сами, когда на вокейшн, когда в отпуск приезжали, или их сотрудники могли здесь остановиться, поэтому он в таком хорошем состоянии. Отсюда есть выход на бассейн, Юлечка, будешь снимать? Да, вот такой вот здесь вид классный, да, но здесь тоже можно выйти, правильно? Да, 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 давайте я открою, покажу. Кстати, оборудовано сигнализацией, это, как Надя нам объяснила, опять же, у нас же Надя гид, для шорт-терм рент, если мы сдаём его на короткий срок, вот смотрите, я сейчас без сигнализации вам покажу, мы его открываем, звенит сигнализация, то есть, если вы спите, ребёнок выбежал, это вы услышали всё, вы уже бросились за ребёнком, поэтому, когда открываешь, надо нажать кнопочку и выйти на бассейн. Выходим? Будешь снимать, да. Вот так, я сейчас так мельком сниму, а потом мы в конце ещё там посидим, поговорим. Так, следующая комната. Пойдёмте в следующую спальню, наверное, да, это тоже, она тоже может быть использована, это тоже мастер-бэдром, это тоже ещё для одной пары, обычно приезжают несколько пар там, или родители со взрослыми детьми, то есть, обязательно надо, чтобы было несколько, хотя бы две мастер-бэдром. Да, вот бывает, что приезжают, например, две семьи, мама-папа, мама-папа и там четверо детей, например, да, то есть, этот дом очень, и для них будет экономно, будет дешевле стоить, чем две комнаты в отеле снять, и тут же свой же бассейн во дворе, и хватит места всем детям. Мы посчитали, вот, кстати, и всем вот даже вот, ну, как это, рекомендация, если вы едете куда-то на вакейшн, в гостинице останавливаться, это очень дорого, снять вот такой дом, например, в этом доме могут спокойно спать, вольготно 9 человек, вот и считайте, если вы заплатили, ну, ладно, 150 долларов за дом, разделите на 9, это по 15 долларов, может быть, даже, так, у меня с математикой не очень, да, в сутки, значит, это, я считаю, это вот, и тут у вас и бассейн, у вас и всё своё, вы как в своём, вы как в своём домике для отдыха, этот, этот, здесь есть два, как это, клозет, да, две гардеробные, здесь это будет для гостей, а эта гардеробная закрывается, и здесь мы будем хранить свои личные вещи, которые, например, мы хотим закрыть, правильно, вот, называется Honor Closet, да, здесь даже нет ручки, просто замок, вот я закрыла, я ключи увезу, здесь будет табличка, как это, personal items, да, всё, значит, классно, мне здесь мебель нравится, мебель шикарная, считаю, да, в таком стиле, и вот здесь как-то всё подобрано, да, и картины, и всё, вот это всё было, телевизор опять же был, я ничего тут не покупала, не докупала, здесь есть ванная, с душевой кабиной она, вот она дошевая кабина, и выход на бассейн, то есть это, это, это душ используют те, кто выходит с бассейна, они могут здесь сполоснуться. Классно, это очень удобно. Это очень удобно, да. Так, а ещё у нас здесь такая шкафчик хозяйственная, я его называю, да. Опять же, декорации и картины все были. Отлично, это тоже, знаете ли, денег стоит, правильно? Это стоит денег, да, и очень приятно, когда люди вот так всё оставляют. Опять же, хочу упомянуть Надю, потому что она именно зафиксировала в договоре, что всё, что мы видим на видео, всё, что было на картинках, должно остаться в этом доме, потому что мы покупаем со всеми гвоздиками, которые есть в стенах, это опять же Надина заслуга, на картинках. Да, я считаю, да. Вот. Идёмте... Ага, мы ещё две. Две спальни детские, да? Да, четыре спальни, я считаю, это шикарно, это вот оптимальный размер, да. Это вот... Одна детская. Да, мы здесь ещё не поменяли постель, здесь будет постель в этом же стиле, как вот эта вот комната, как это Звёздные войны мы хотим сделать, да. Ну вот, тоже вот шкафчик тут очень удобный, здесь мы приготовили уже все полотенца мы купили для гостей, всё, что нам сказали, да, ну, в общем. Это, опять же, опять же, откуда я знаю, что покупать для сдачи, это опять же, хочу сказать, вот, Надя нашла нам сразу же, как только она узнала, что мы бы хотели бы делать бизнес, создавать этот дом под шорты, она говорит, слушайте, ребята, у меня же есть товарищ, менеджмент компании, который вам очень хорошо поможет. Юра, привет. Менеджмент компании. Вот, значит, и она... Все люди, которых порекомендовала Надя, это не люди из... Как это говорится, не люди с улицы, это все, кого она знает долгое время. Все профессионалы, я доверяю, на самом деле, я просто так не могу рекомендовать, если я не могу доверять. Я гарант, потому что я Надю не знала, месяц назад мы не были знакомы, правда? Да, у нас сделка была месяц, потом, когда она закрылась, еще через две недели мы только познакомились. Да, вкратце я расскажу, или потом мы расскажем, как потом. Потом мы сейчас расскажем, да. Давайте, пойдемте. Значит, эти две детские спальни соединены ванной. Так, туалет, ванная. Общая ванна у них. Да, закрывается надверг. Да, я тоже раньше думала, как это так, общая ванна, как они будут... Оказывается, туалет отдельно, я не знала никогда. Туалет отдельно, а делится только ванной. Да, да, да. Делится только умывальник, я бы сказал, умывальник. А ванна и туалет, ты закрылся, и никто тебя уже не побеспокоит. Это очень удобно, конечно, иначе нужно нужно долго. Да, да, да. Эту ванну делят две вот эти вот спальные комнаты, детские я их называю. Да. Мы подкупили вот этот вот комплект, это двухъярусная кровать. Теперь здесь трое детишек могут спать. Да, да, здесь вот это вот фулл сайз, это она большая, как полуторка по-нашему. Здесь поменьше. Опять же, все мебельные магазины, все, что где покупать, посоветовала Надя. Она в этом разбирается, да, что надо брать. А вот это мы подкупили тоже, да? Нет, этот комодик, кстати, был. Мы просто подобрали по цвету. Мы просто подобрали по цвету. Так, а что у нас там? Это не так дорого. Так, это опять же клозет, опять шкафчик, да, очень даже просторные шкафы. Хорошо. Тут чемоданы люди поставят, я думаю, без проблем. Все вот эти плечики мы покупали, чтобы им было удобно. Конечно, опять же, Надя. Кресло-то какое, посмотрите. Здесь офис даже. Здесь дети будут делать, например, уроки, потому что дети будут приезжать не только в каникулы, но, например, и в школьное время. И они тут будут успевать делать уроки там или онлайн, или что. Лаптоп удобно положил, да? Опять же, Надя как зашла в спальню, она говорит, так, вот здесь, вот здесь вам нужны игрушечки, вот здесь надо игры поставить. Здесь это все, Надя. Сразу, с твоим взглядом, она все увидела. Так, ну пойдемте, пойдемте, наверное, в бассейн. Да, 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 да. Пойдемте. Пойдемте. Открывайте мне дверку. Да. Давайте я вам открою. Диван, кстати, нам много человек. Да, большой. Он раскладывается, да. Он с той стороны раскладывается, да. Перемещаемся. Перемещаемся, потому что я уже тут лежала. Вот, смотрите. Красота. Да, 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 очень удобно. Этот тоже, возможно, он, кстати, не подключен. Они же электрические. Класс. Он такой мягкий. Устраивайтесь поудобнее и засыпайте. Да, ну вот, очень большой тоже, не пришлось ни искать, ни покупать, потому что с мебелью сейчас, как напряженка, говорят. Ждать надо. Так, ну пойдемте на бассейн. Так. Мы тут открыли. Нажимаю кнопочку, чтобы нам быть, если... Обещала, да? Проходим. Проходите. Я закрою. Так. Проведите нам здесь экскурсию. Что здесь? Во-первых, хочу упомянуть, что бассейн — это просто прелесть, потому что вода здесь теплая, она с подогревом. Сейчас во Флориде зима, это зима, и иметь теплый бассейн даже во Флориде — это большой-большой плюс. Конечно. Это большой плюс. И дома такие лучше сдаются, дороже. Да, даже вот наш Юра, кто будет управлять этим домом, этим бизнесом, он сказал, что за подогрев мы будем брать отдельную плату — 30 долларов в сутки. Причём подогрев он идёт всё-таки от солнечной арене. А, то есть очень удобно и выгодно. Экономия электричества и ещё дополнительная плата. Да, это хорошо. Бассейн сам по себе большой. Вот здесь мелко, здесь глубже, здесь я даже до дна не достаю, то есть он большой такой. И здесь есть как спа называется, да, тут вообще горячая прям вода. Можем поплавать. Вот это вся мебель, как говорится, для двора мебель, Outdoor. Мебель она вся была, мы ничего не покупали. Кстати, бассейн очень умный, он улавливает весь мусор. Я не знаю, как это устроено, но тут ничего не надо. А здесь был ещё робот, да, как подарок? Да, здесь робот лази, как говорится, ползал. Его можно подключать? Не, мы его только что убрали, потому что мы уезжаем завтра, мы его убрали, чтобы его как бы никто не трогал, потому что компания наша будет, она нанимать чистильщика бассейна. Раз в неделю он будет приходить, всё чистит. Кстати, вода в бассейне солёная, не хлорированная. Вот так. Солёная вода, да, солёная на вкус, да. Ну, конечно, пить не рекомендуется, но... Ну и не надо. Да, это камин, я думала, что это барбекю, но это камин. Да, давайте, он на газе, мы его включали, здесь прям огонь, и вот это всё сверкает, и очень красиво греется. Например, вот вечером из бассейна вылез, и прохладно тебе, у тебя включён камин, и ты здесь ручки так это погрел, по бокальчику вина, да. А ещё, Юля, если ты вот на тот дом камеру наведёшь, смотри, там висят такие занавесочки. Да. Аиша тоже хочет... Надя пришла, я Надя говорю, я хочу тоже занавесочки. Юра пришёл, наш управляющий говорит, никаких занавесочек, не надо. Он говорит, лишний оморок, он говорит, не надо. И действительно, девочки, когда спускаешься, когда спускаешься в бассейн, вот, обратите внимание, он же сетчатый навес, а когда ты спускаешься в бассейн, и на уровне тебя он непрозрачный. Вот этот вот, Надя, как это объяснить? То есть экран, экран, то есть есть какая-то приватность всё-таки, да, существует? Это правильность, да, когда ты плаваешь. А занавески бы, наверное... То есть когда занавесочки не надо? Ну, мы послушаем... Они красиво выглядят, но я думаю, они будут просто очень... темно будет здесь во дворе. Наверное, их надо будет стирать, что-то обтирать, что-то это. Я всегда предпочитаю слушать специалистов. Надя у меня по real estate, она мне нашла специалистов по бассейну, специалистов по управлению домом. И я предпочитаю слушать этих людей, этих умных людей. Молодец, я знаю, Аиша слушает. Ещё хочу сказать, что когда мы открыли шкафчики, мы тоже были очень удивлены, приятно. Стояла... посуды было очень много, то есть подготовленная экран. Опять же, непонятно, они его сдавали или нет, но всё было готово. Значит, бокалы для вина, бокалы для воды, детские бокальчики для всяких коктейлей, я не знаю, для бассейна, я думаю, детские чашечки пластмассовые. Так, это всё стояло. Теперь здесь лежали вилочки-ножечки, посмотрите. Вот это всё лежало. Здесь полный комплект кастрюль-сковородочек был. Вот это вот всё было. Всё такое хорошее, смотри, новое. Да, абсолютно всё хорошее. Здесь тарелочки я подкупила, кое-какие я подкупила, но тоже бокальчиков было. Значит, это я всё подкупила уже. Опять же, по совету Нади, и как я начала покупать такого хорошего качества тарелочки, потому что Надя в первый же день, она как нас увидела, она нам... Первые её слова были «Я вам приготовила подарочки». Я так напряглась, что там за подарочки. Она привезла коробки с посудой. Посуда шикарная, не для сдачи, но мы решили её оставить, потому что Надя говорит, пусть ваш дом будет лакжери такой, как это... Шикарный, в общем. Надя нам посуду подарила, подарила нам разные причиндалы для кухни, тоже всё очень хорошего, такого качества. Всё мы решили оставить. Открывашка для вина есть? Открывашка для вина, да. Обязательно. В первую очередь. Кстати, было и вино, вино мы выпили, вино мы выпили, Надя. Да, вот. То есть, вот смотрите, тут открываем этот ящик. Здесь были, посмотрите, контейнеры, чашки пластиковые. То есть, заходи, я говорю, и живи. Вот, вот это хотела показать. Тут, значит... А, здесь стоит фильтр для воды. Вот он, вот он вот такой вот. Вот он фильтр, что новое. Отлично. Ой, я загораживаю микрофон, наверное. Не-не, не страшно. Здесь отличная такая система. Мусорка. Да, мусорка. Она так пинком, так ее задвигаешь, так мне нравится. Вот. Кран очень хороший, все отлично, все. Все, все показали. Все показала, что еще не знаю. Перед тем, как мы вернемся к Каиши, я спрошу, какие были ее чувства, как она покупала. Я могу рассказать. Весь экспириенс о процессе. Да. Я одну вещь хотела сказать, что дом, кстати, был выставлен без мебели. Это я вам ее выторгала. А, было написано, возможно. 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 Но это за отдельную. Возможно оставить мебель. Да, за отдельную. Но я им сказала, когда мы были в процессе торговли, да, мы повышали, повышали немного вот цену, чтобы выиграть, да, оффер. Но я сказала, в такую цену будет входить еще мебель. Класс. Как мы купили этот дом? Этот дом мы купили буквально за один день. Мы долго искали, как я уже сказала. Это правда. Мы смотрели много домов. Надя ездила по всему Орландо, по всему Кисиме. Где, возможно, короткая сдача. Да, посылала своих агентов, да. Потом она нашла нам дом. Буквально утром я получаю смс-ку. Я в Сиэтле. Вот такой дом вышел на рынок. Что вы думаете? Перед этим она сразу позвонила своему человеку Юре, я уже упоминала его, который занимается менеджментом вот такого бизнеса. И она с ним посоветовалась, подходит ли этот район, эта комьюнити. Юра ей дает добро, говорит, да, отлично, Надя, хорошее место. Хорошо сдается. Надя сразу же звонит мне, надо брать. Я говорю, хорошо. Дом выставлен за 325. Надя связывается с агентом. Он намекнул Наде, что люди дают побольше. Надя пишет мне, даем больше. Я говорю, даем со страхом, даем. Ага, она опять с ним выходит на связь. Мы вот столько даем, это нормально ли? Агент говорит, ну вообще-то можно было бы и побольше. Надя мне звонит, давай побольше дадим, давай. И вот так. Но я хочу сказать, что банк даже не пришел оценивать этот дом. Они сказали, что мы верим, что он столько стоит. Представляете? То есть в итоге... Это был второй случай в моей практике, когда банк не посылает своего оценщика. Он говорит, я верю, что этот дом стоит столько или больше. Представляете? В итоге мы купили этот дом за 340, хотя он был выставлен за 325. Это мы доплатили сколько, 15? Получается 15 тысяч. Но Надя тут же указывает, мы доплачиваем 15, но оставляйте мебель, оставляйте все как есть. Люди говорят, хорошо, оставляй. А, и мы отказываемся от оценки, от апрейзала, да? Все, хорошо. Но они и не стали даже делать оценку, да. Мы от нее и отказались, и нам повезло, что... На свой страх и риск получается, да, Надя? Что отказывайся от апрейзала. Это отдельная тема. Вы знаете, это отдельная тема. Я знала, что дом ниже рыночной цены. Вот я это знала. Я знала, что можно отказаться спокойно от... Может быть, агент у них был какой-то неопыт? Нет, хороший, хороший. Давайте не будем... Давайте расскажите, пожалуйста, ну, ваше первое впечатление, когда вы зашли в этот дом. Да. Как я уже сказала, мы купили этот дом за один день. К вечеру уже наш оффер был одобрен, и мы купили этот дом. Все. И начался процесс подписания, и мы подписали дом, оформили дистанционно. Все дистанционно, все через подписи онлайн. Опять же, все это устроила Надя. Мы же брали кредит на этот дом. Моргейдж. Надя нам нашла хорошего лендера. Дима, привет. Привет, Дима. Много знакомых. Да, ой, теперь у меня полный набор. Команда, я бы сказала. Правда же? Мы составили команду. Так вот, значит, и мы прилетели сюда после подписания недели через две, да? Да, да. Приблились. Надя очень хотела снять наши лица, как мы заходим в дом с Юлей. Они хотели очень снять нам, но мы прилетали в шесть утра, и поэтому они сказали, нет, мы попозже приедем. Вот, значит, мы сами зашли. Кстати, Надя нам оставила ключики от этого дома. Она купила замочек кодовый, спрятала его где-то там. В общем, мы без проблем зашли в свой дом. Мы, конечно, ахнули, потому что дом оправдал абсолютно все ожидания. И хочу сказать, чем больше я нахожусь в этом доме, тем я больше в него влюбляюсь. И не хочется сдавать. Кстати, чем чаще я прихожу в этот дом, тем больше он мне нравится. Юля, ты права. Я уже мужу говорю, а давай останемся, уволимся, напишем письма, что мы увольняемся в Сиэтле. Он говорит, подожди, Надя нам еще лучше найдет. И случилось. Надя буквально, муж говорит, вот бы такой же бы, но двухэтажный. Ребята. Через полчаса звонит Надя. На рынок вышел двухэтажный дом в вашем же комьюнити. На этой же улице вышел двухэтажный дом. Надя, это другая тема. На него 11 предложений было. И мы выиграли наш, опять-таки. Она сейчас будет рассказывать про этот дом. Но это мы снимем, когда мы его купим, я не хочу ту-ту-ту сглазить. Мы уже подали offer, мы уже его выиграли. И мы его уже выиграли. Вот сейчас мне нужно компьютер, чтобы это все послать в титульную. Да, вот она спешит. Так что поздравляю. Мы зашли в этот дом. Так что поздравляю. Спасибо, Надя. Все понравилось. Я поздравляю. Классный дом я впервые вижу. Мне очень нравится и комьюнити, и дом вообще классный. И цена вообще особенно порадовала. Ну, вот как вот говорит Надя и Юля, что вот редко вот такие дома, которые как заходи, ничего не делай, живи, да? Да, да. Я очень счастлива. Очень счастлива, что именно это комьюнити, очень хороший комьюнити, очень ухоженный. Юля, ты проедешь еще, покажешь комьюнити. Очень ухоженный комьюнити. Клабхаус. Клабхаус, фитнес. Бассейн. Бассейн. Фитнес-клуб. Потом вот этот вот устраивать. Игровые комнаты. День рождения даже взрослым детям там это, аркейд вот это вот. Игровые комнаты. Автоматы, автоматы игровые. То есть есть где отдыхать. Ну что, спасибо Аише, что вы так подробно рассказали. Спасибо, что вам все понравилось. Нам было не стыдно снять это видео. Спасибо. Потому что все стесняются. Мы всех уговариваем, но все стесняются. А вы большая молодец. Я тоже не любитель сниматься. Так же, как и я, честно говоря. Сегодня все выступали, все тоже. Юля тоже. У меня выхода нет просто. Здесь я должна поблагодарить Надю, в первую очередь Надю. И всю ее команду, я бы сказала. Потому что, действительно, Надя это такой человек-оркестр, я бы сказала. Потому что она звонит и говорит, что-то бассейн у них. Они сказали, что у них барахлит бассейн. Но я вам сейчас быстренько пошлю человека, который в этом разбирается. И, действительно, в этот же день. Это как надо заставить человека, занятого мастера по бассейнам, приехать в тот же день, посмотреть, что такое. Потому что стоит ли вообще брать этот дом. То есть Надя чувствует ответственность за каждую нашу копеечку. И в итоге, товарищи, с бассейном были неполадки по части отопления этого бассейна, были неполадки и по части фильтра. И фильтрации. Надя сбила нам цену на полторы тысячи, чтобы мы... То есть оценщик оценил, сколько будет стоить работа этого, чтобы... И на эту сумму я сбросила еще с той цены, которая 340, я сбросила полторы тысячи. И в конце концов, когда Аиша зашла в этот дом, когда она его купила, оказалось, что владелец еще все и починил. Или забыли. Ну, действительно, люди очень хорошие. Я вот... Класс. Они, конечно же, никогда этого не узнают, но бывшие хозяева этого дома, видимо, очень хорошие люди. Я им очень благодарна, потому что, действительно, они оставили все в рабочем состоянии, все в хорошем состоянии оставили. И починили бассейн, забыли об этом сказать, забыли взять свои деньги назад. Вот. Ну, да. И, ну, в общем, спасибо Наде, потому что это все ее рук дело. И она добыла нам и лендера, и менеджмент компании управляющего, и всех мастеров по этому, по вентиляции, по инспекции. Все есть, у Нади все люди есть, и люди проверенные, и люди такие, которые дешево берут. Действительно, вот. Самое главное, да. Не рвачи, как вот так говорить. Нет, но очень, да, такие, и все так с душой, и все понимаем, понимаем. Одно имя Надя Эггерс, все, 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 сделаем, сделаем. То есть, да, я эту женщину, эту прекрасную женщину, я не знала месяц назад, опять же хочу сказать. И сейчас я очень рада, что я обратилась именно к ней, а нашла я ее на канале Юли. Как называется канал Юль Забыла? Рухлорида. Рухлорида. Рухлорида, да. Я на название не смотрю. Вышла я на этот канал тоже случайно, я, наверное, искала, я, наверное, искала переехать в Орландо или что. Я не знаю, я честно говорю, это, это небо, это судьба. Что-то. Вышла, да, Надя Эггерс. Плыли мы с Надей. Да, вышла Надя Эггерс, она, она уже давно этим занимается, 20 лет на рынке. Нет, не 20. Больше, я не знаю, сколько лет. Нет, меньше, меньше, 9 лет. Хорошо, да. Тоже очень прилично. Да. И, видимо, меня так впечатлило ее видео. Я еще тогда не родилась. По секрету. Нет. Юля, видимо, ваши вот эти видео меня так впечатлили. И Надя так говорила, видимо, красиво. Прямо убеждающе. И я как-то ей поверила. Потому что Надя располагает себе. Вы представляете? Поверить человеку за много-много миль от себя, поверить, довериться. Еще и деньги. И перевести все деньги на ее имя. Не на мое, но на имя титульной компании, которую вы тоже не знали. Кстати, я не знала, но, оказывается, риэлтор для покупателя работает абсолютно бесплатно. Это потом у них там профессии свои. Я очень волновалась. Давайте риэлтору заплатим. Я очень волновалась. Сколько же возьмет эта известная женщина? А вы у меня спрашивали. Я говорю, ничего. Да. Так мало того, этот риэлтор, как мы вот приехали во Флориду, она нас задарила, значит, подарками. Она нас пригласила на ужин. Так вы особо это не говорите. Хороший ресторанчик. А ты сейчас все спрашиваешь, а где мой ужин? Она пригласила на ужин, да. Да, то есть я так думаю, что мы будем работать и наши мечты, наши планы стать инвесторами во Флориде. Будем надеяться. Ну что ж. С найденной помощью, да. Спасибо. В следующий раз мы покажем уже ваш новый дом. Давайте, давайте, давайте. Ну что ж, на этом мы закончим наш достаточно не очень короткий обзор, но это очень интересный обзор, очень классный, очень все понравилось. И дом мне еще больше нравится сегодня. Что ж, до следующих встреч. Смотрите наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Это очень поможет Юле набрать побольше голосов, чтобы делать побольше видео. Спасибо большое за просмотры. От себя я хочу добавить, если вам нужен риэлтор во Флориде, в Орландо, Надя Эггерс, как говорится, дальше больше не ищите. Вы нашли своего риэлтора. Я нашла своего риэлтора. Спасибо. До следующих встреч. До свидания. Пока. Пока. Пока!